Добрый вечер! С вами Киномир, а значит говорить мы будем о нашем мире, в котором именно кино занимает очень важную роль в нашей жизни. В мировом кинематографе есть фильмы, которые оставляют после своего просмотра ощущение легкой грусти и одновременно с этим твердой убежденности в том, что все происходящее вокруг не лишено некого потаенного смысла. Одним из таких фильмов является картина «Куда приводят мечты». Она вышла на широкий экран в далеком 1998 году, спустя ровно 20 лет после того, как в 1978 году вышел в свет романа Ричарда Мэттисона «Куда приводят мечты». После оглушительного успеха этой книги, неудивительно, что картину заведомо ожидало признание многочисленных поклонников этого произведения. Но несмотря на то, что наш зритель совершенно незнаком с этим романом, тем не менее, не просто по достоинству оценил этот фильм. Для кого-то эта картина стала одной из любимых и, как говорится, заняла достойное место в домашней генотеке. Режиссером картины «Куда приводят мечты» стал Винсен Уорд. При этом данная работа стала для него самой известной ни до, ни после этого фильма Ворд не снял ничего более успешного и выдающегося. Именно он настоял на том, чтобы фильм был отснят при помощи пленки «Фуджи Вильвия». Эта пленка практически не применяется в кинематографе, поскольку отличается очень высокой цветовой насыщенностью. Тем не менее, учитывая особенности визуального воплощения сценария, ведь основная часть сюжета разворачивается в фантастическом загробном мире, именно такое качество пленки было крайне важным для создателей картины. Привет. Все такой же нелепый. У тебя учился. У вас красота. Что ты, что ты. Это у тебя красиво. У меня? Конечно. Это творишь ты. Мы все сначала теряемся, мы хотим безопасности и комфорта и рисуем то, чего подсознательно желаю. Только ты зачем-то взял настоящие краски. Интересен еще один факт. Обстановка ада в фильме «Куда приводят мечты» была воссоздана на полуразрушенном авианосце СХ-класса «Арискане». А отдельные адские пейзажи были созданы в закрытом плавательном бассейне, расположенном на территории военно-морской базы «Аламеды». По всей видимости, выбор съемочных площадок в данном отождествлении был не случайен. Согласитесь, что может быть ужаснее войны? Иначе как адом ее и не назовешь. Ты боишься этого шторма? Думаешь, он убьет тебя? Нет, здесь одна опасность. Можно сойти с ума. А теперь о главном. Как для меня, пожалуй, эту картину без сомнения можно отнести к числу самых трогательных фильмов о любви. Пробуждая самые искренние чувства, она одновременно заставляет задуматься. А на что готов ты ради любимого человека? Что нас ждет, малыш? Скоро я тебя не узнаю, как ты не узнаешь меня. Но мы будем вместе. Так должно быть. Мы кончаем жизнь в аду, потому что не в силах простить себя. И я не в силах. На тебя я прощаю. За убийство детей и любимого мужа? Нет. За то, что ты чудо, и я готов променять рай на ад, лишь бы быть рядом с тобой. А еще, это один из тех фильмов, после которого фразы героев становятся цитатами жизни. У каждого свой ад. Это не обязательно огонь и смола. Наш ад – это жизнь впустую. Поверьте, время, которое вы уделите этому фильму, не пройдет впустую. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗИТИТЬ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok